Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас в моем новом влоге. Я решила снимать неделю влогов, и каждый свой день я буду от начала до конца снимать и вам показывать. Если вам интересно, то оставайтесь вместе со мной. Сенька, переодеваюсь вот в эти шортики и вот эту маечку. Это домашний костюмчик. Многие думают, что это спальный костюм. На самом деле нет, это просто домашние шортики и вот такая вот маечка. Пойду готовить. Готово? А я тут, девчонки, повсюю готовлю себе вот такие вот блинчики. Вот такая вот у меня смесь. Кстати, у нас есть рецепт на Айкуке. Внизу я вам оставлю ссылочку. У нас он набрал миллион триста просмотров и очень много положительных комментариев. Вот так вот берем и... Ой-ой-ой. Снимать и все это делать сложно. Короче, доделаю и вернусь к вам. Блинчики у нас уже готовы. Правда, не идеально, не так хорошо, как делает мама, но зато сама. Как вы видите, уже стопочка стала поменьше, потому что домашние разобрали. Остальные я буду снимать для мукбанка. Осталось придумать, с чем есть эту красоту. И тут я просто поняла, что мне не с чем есть блинчики, поэтому надо, наверное, спускаться и покупать сгущёнку или нутеллу. В общем, что-нибудь. Такс, я накрасилась. Как вы видите, я теперь оформляю брови немножко по-другому. И мне в комментариях очень много девчонок писало комплименты по этому поводу. Но вообще, если честно, после того, как я избавилась от прыщей, мне больше нравится моя кожа без косметики, без тональной основы. Просто есть кое-где застойные пятна. Вот когда они пройдут, я думаю, что я абсолютно не буду использовать тональную основу. Потому что она как-то лежит на лице, как будто мука. Я не знаю, вам видно или нет. Но в общем и целом, мне больше нравится моя кожа без косметики. То ли я разучилась краситься, то ли лето и хочется без косметики ходить. В общем, я сейчас иду в супермаркет. Мне надо купить либо нутеллу, либо сгущёнку. Я, скорее всего, возьму сгущёнку, потому что, не знаю, блины мне больше нравятся сгущёнка. Может, и то, и другое возьму. Я не хочу выходить куда-то далеко, потому что я уже один раз сегодня отправляла смс. И второй раз разрешение брать нельзя. Около метро там очень много бывает проверок всяких. Поэтому я не буду рисковать и зайду в супермаркет, который находится прямо под моим домом. Сгущёнку осталось её открыть. Вот. Ну всё, идём снимать новое видео. Всё, у меня здесь уже всё готово. Мёд, черешня и блины. Здесь всего 12 штук. Но такое ощущение, что просто один блин здесь. Вот, посмотрите, сколько здесь их. Но я думаю, что достаточно. Мама здесь вовсю готовит шедевр, а я снимаю. Прям такой вот пирог у нас получается из вишни, как вы видите. Вот это бортики. И вот такая вот смесь из творога без единого комочка. Мама умничка. Красота. Сегодня уже второй день моего влога. Неделя влогов, как я собиралась. Да. Вчера я просто себя очень плохо чувствовала. У меня прям, знаете, такое состояние было, как будто меня хорошенько кто-то избил. И мама меня помассировала спиртом, так скажем. Я процетамол выпила, тороплю и легла спать. И утром я проснулась, просто супер себя чувствую. Проблема в том, что я каждый раз пью холодную воду. Каждый раз одеваюсь очень, как бы, ну, тонко, не по погоде, так скажем. И получается, что это всё в организме у меня копится. И в конце вот, опа, болезнь пришла. А я болеть не хочу, потому что в последнее время, если ты болеешь, то ты вызываешь такую панику у близких. Все думают, всё, это коронавирус, коронавирус. Но нет, ты понимаешь, что действительно ты просто простыл. Но слава богу, всё обошло меня стороной. Мы вчера с мамой начали снимать пирог. Сейчас его нужно обязательно доснять, а то мама из меня сделает шашлычок. Она к своему каналу относится настолько ответственно. И ей вот настолько приятно, когда ей пишут комментарии. Она говорит, что люди ждут, люди ждут, надо снимать, снимать, снимать. Я говорю, мама, успокойся, мама, успокойся. А ещё вчера позвонил мой брат и дал мне такую идею. Он говорит, запусти челлендж с яйцами. Нет, вы неправильно поняли. То есть мукбанг с яйцами. Я съедаю 10 яиц. Это такой челлендж. И любой мукбангер, начинающий или не очень начинающий, кто как хочет, может снять продолжение. Например, я съем 10, кто-то съем 11, дальше кто-то 13, 12, 15 и так далее. В общем, мне кажется, будет очень интересно. Я даже не знаю, смогу ли я съесть 10 яиц. Насколько я знаю, это не очень-то и полезно. То есть нельзя есть яйца в таком количестве. Но да ладно, ради видео придётся. У нас тут вовсю сверлят. Мама приготовила такой прекрасный пирог. Я вам оставлю ссылочку в инфобоксе, если успею смонтировать до того момента, когда выйдет влог. Вот такая вот красота. Мама умница, мама мастерица. Как думаете, снимать мукбанг или нет? Мама посоветовала мне сделать хвостик на бок. Сначала я просто посмеялась над ней, подумала, да ну зачем? Я уже взрослая девочка. Но потом я сделала, мне очень понравилось. И я мукбанг буду снимать вот так вот. Вот так. Короче, я вот так вот разложила. Здесь у меня 10 яиц. Не знаю, смогу ли я всё это съесть или нет. Но в любом случае, я себя заставлять точно не буду. Деревенские яйца, смотрите, какие они жёлтые. И соевый соус. Обожаю это сочетание. Короче, у меня вовсю был депрессняк. Я думала, что я посеяла свой любимый хайлайтер. Пончик от Makeup Revolution. Как он мне нравится, как он классно блестит. Это просто обалдеть. Я не могла его найти. Оказывается, он у меня был в сумочке, с которой я ходила к подружке. И я начала даже пользоваться вот этим вот. Тоже от Revolution. Но он мне не настолько нравится, как этот. И, кстати, надо бы уже собрать постель и здесь перебраться. Так, готово. Собрала постель. Теперь, по идее, нужно разобраться вот здесь. Сложить все эти вещи и поместить в шкаф. Вот так вот сложила вещи. Эти вещи направляются вот сюда. И вот так вот аккуратненько у меня лежат все мои маечки и летняя одежда. Всё повесила. И, аллилуйя, у меня здесь порядочек. Осталось вытереть пыль. Мы направляемся вот сюда. Правда, здесь не прям такой, знаете, срач. Но всё же, неплохо было бы прибраться. Утром спустилась, купила себе кетанал. Обожаю, когда вот эти всякие женские дни. Но вы понимаете, девочки. Очень хорошо помогает. У меня была уже такая упаковка. Но я её посеяла, видимо, где-то дома. И, скорее всего, у неё просто уйдёт срок годности. Ой, пока я использую эту. Да, ну ничего, что поделать. Стоит недорого. Ну всё, всё, чики-пики. Осталось вытереть пыль. Хотя мне не нравится, как это стоит. Давай лучше вот так вот. Вуаля, я прибралась у себя в комнате. И такое ощущение, что я просто богиня. Я в царстве. Реально так приятно, когда у тебя порядок. А ещё приятно, когда ты осознаёшь, что ты сделал какую-то цель, которую поставил перед собой. Например, я вам говорила, что я хочу год мне покупать декоративную косметику, которая мне не нужна. Я сейчас объясню, что именно подразумевается. Например, тени. У меня очень много теней, но я не могу себя остановить, не купить ещё одну палетку, если вижу какую-то скидку, не знаю, какие-то акции. И получается, что последняя моя покупка была в декабре прошлого года. Это был заказ с сайта Revolution Beauty и ещё с Beauty Home. Эти посылки мне пришли в январе. И после января я не покупала ничего, что касается декоративной косметики. Я хотела себе купить румяна, я хотела себе купить тени. Но я понимаю, что мне это не нужно. Моя цель сейчас экономить и как-то копить денежку и так далее. То есть я не хочу растрачиваться на ненужные вещи, которые просто так будут лежать и тухнуть. Элементарно, у меня есть палетка, я вам сейчас её покажу. Я её купила и ни разу я с ней не делала макияж. Вот ни разу. Потому что у меня очень много всяких теней и как-то руки до неё не доходят. А вот и, собственно говоря, эта палетка от Revolution. Шоколадка белая. Вот так вот она выглядит. Покупала на Revolution Beauty. Очень нравится, но делала только свочи. Ни разу не делала ни один макияж. Потому что подобных оттенков у меня много. И вы знаете, на такую ерунду я очень много денег трачу. Естественно, что у косметики есть свои сроки годности. И покупать и просто так это складировать. Потому что это увидела у какого-то блогера. Ребят, на меня очень плохо действуют бьюти-блогеры. Как только я начинаю их смотреть, я понимаю, мне тоже это нужно. Мне срочно нужна новая палетка. Хотя она мне не нужна. Я тут начала делать хлеб, но уже под руководством мамочки. И я поняла, что когда я делала, я допустила одну ошибку. Я делала слишком тонкие. И поэтому они у меня получились не настолько мягкие. В этот раз мы делаем потолще, но при этом получаются они очень-очень мягенькие. Как меня раздражает вот этот вот волос, который надо просто на супер момент приклеить. Я уже вынуждена с вами попрощаться. Сейчас иду снимать для вас тиктоки. Для этого мне нужно пойти искупаться и сделать себе кудряшки. Хочу сделать какой-то такой интересный, милый образ. Также собираюсь снимать для вас мугванг. В общем, вся в работе. Смонтировала мамина видео. В общем, как всегда у меня все. Целый день в рутине и все дела. Спасибо, что досмотрели этот влог до конца. Завтра тоже будет влог. Я буду снимать для вас неделю влогов. Каждый день вечером будет выходить влог. Я надеюсь, что вы его будете смотреть. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Лайка Эмили.